Здравствуйте! В эфире информационная программа «Лото» в студии Нурбек Лиманов. Я и мои коллеги расскажем вам о самых главных новостях сегодняшнего дня и сегодня у нас в программе. «Никакая разработка на месторождении «Джет-Имто» сейчас не ведется. Решение о разработке будет принято с учетом мнения местных жителей», сообщил президент на своей странице в социальных сетях, комментируя ситуацию вокруг месторождения. МЧС, переданный вертолет и спецтехника также планируется приобрести для ведомства еще один вертолет. В этом году фермеры ожидают хороший урожай, сообщает Минсельхозуборочная компания в разгаре. На отрезках трех улиц столицы введут одностороннее движение. Решение о разработке месторождения «Джет-Имто» будет принято исключительно с учетом мнения местных жителей. Никакую разработку там сейчас не проводят. Так, президент Садыр Джапаров прокомментировал ситуацию вокруг месторождений, слова тех, кто распространяет недостоверную информацию. Сейчас специалисты занимаются лишь геолого-разведкой. Если местные жители поддержат разработку, то за счет этой прибыли государство сможет выплатить внешний долг и далее повышать зарплаты, пенсии и пособия кыргызстанцам. Аяна Дюшикеева продолжит тему. Месторождение «Джет-Имто» только по приблизительным подсчетам залежи железной руды здесь оцениваются примерно в 3,5 миллиарда тонн. Причем содержание железа в них варьируется до 46%, а вредные примеси практически отсутствуют. Но это только по самым скромным оценкам. Сегодня те, кто говорит, что нецелесообразно разрабатывать это месторождение, но я специалист, сам горный инженер. На сегодняшний день только единственная отрасль, можно сказать, это горнодобывающая промышленность, дает большие денежные и финансовые средства, бюджет нашей страны. Ни одна отрасль и даже энергетика не дают такие деньги. Поэтому это перспективная отрасль. Мы в перспективе должны разрабатывать это месторождение, разрабатывать эти месторождения с учетом экономики, экологии. К слову о прибыли, в 2020 году сумма поступления от горнородной отрасли в бюджет страны составила 19 миллиардов сомов, через год 23 миллиарда. И за шесть месяцев этого года сумма достигла 25 миллиардов сомов. Однако разрабатывать «Джет-Имто», как отметил президент Садыр Джапаров на своей странице в Фейсбуке, будут исключительно с учетом мнения местных жителей. В последнее время все чаще вижу, как в социальных сетях защитники «Джет-Имто», обращаясь к народу, призывают восстать. Во время президентских выборов я говорил, что если начнется разработка этого месторождения, то прибыль сможет полностью покрыть внешний долг страны. Но вести добычу или нет, пока решения нет. Я лишь поручил провести геологические работы и уточнить запас. Если будем разрабатывать, то только согласовывая с населением и на 100% самостоятельно. Если люди скажут «нет», значит «нет». Однако нужно понимать, что если мы начнем разработку, то зарплата кыргызстанцев станет еще выше. Появится второй кунтер, улучшится жизнь тех же жителей Нарынской области. Обращаясь к политикам и активистам, хочу сказать, перестаньте сбивать людей с толку. Когда вы были у власти, вы не смогли вернуть кунтер или даже на доллар оштрафовать компанию. А сейчас месторождение на 100% принадлежит кыргызстанцам. Поэтому лжепатриоты, которые хотят показать себя героями, не обманывайте народ, утверждая, что джитимто кому-то подарили. Самостоятельная разработка месторождения, по оценкам специалистов, позволит создать несколько тысяч рабочих мест и существенно пополнить бюджет страны. А это, естественно, и увеличение зарплат, пособий, пенсии, а еще строительство соцобъектов и дорог. Нужно понимать, что сейчас не идет разработка, а только геологоразведка, чтобы определить точные запасы руды. Глава государства четко обозначил, что этот вопрос без участия и согласия местных жителей решен не будет. А потому не понимаю, зачем отдельные политики устраивают шум и обманывают народ Кыргызстана. Причем, если местные жители дадут свое согласие, то Кыргызстан самостоятельно займется разработкой, а не как делали прежде, отдавая месторождение иностранной компании. А отдельных политиков и активистов глава государства призвал не распространять ложную информацию и не вводить в заблуждение кыргызстанцев. В этом году за счет госбюджета планируется приобрести вертолет для Министерства чрезвычайных ситуаций. На это из госказны потребуется более 750 миллионов сомов. Ранее президент Садыр Джапаров передал подразделениям МЧС вертолет Airbus H-125, автобусы, гусеничные и колесные экскаваторы, фронтальные и велочные погрузчики, внедорожники, 150 мобильных домов. С техникой ознакомилась и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Кундуз Кадатаевой. Так Тимур Укошев показывает новую технику, которую передал президент. По его словам, новый автобус отличается комфортабельностью. При этом у этого транспортного средства в наличии имеется вся необходимая комплектация. Вот в задней части имеются все запасные колеса – насос, домкрат и подпорка. Там же есть ключи. Это для нас удобно тем, что в случае непредвиденных обстоятельств, в ходе учений или чрезвычайных ситуаций, мы быстро сможем устранить технические неполадки. Для нас, сотрудников МЧС, это очень важно. Сидение пилота устанавливается специальный медицинский модуль для эвакуации пострадавших и для медицинского персонала. А это одномоторный газотурбинный вертолет Airbus H-125. Как рассказывает пилот Сапарали Бекмурзаев, это вертолет французской компании «Еврокоптер». Он предназначен для спасательной операции на высоте, а также для разведки и воздушных съемок. Как подчеркивает Сапарали, это одна из лучших моделей вертолетов, предназначенных для работы спасателей. Характеристиками определяется, что без подготовки вертолет может сесть до 710 метров на скорость и развивает максимально 285 километров в час. Вертолет может с собой вместить пять пассажиров, один пилот. Заправка максимальная составляет 427 килограммов. В общей сложности МЧС было передано 51 единица спецтехники. В их числе один вертолет, 20 автобусов САС, два цепных погрузчика Хэндай, 12 грузовиков ХОВА, 15 двухкомпактных палаток. Все это обошлось в 384 миллиона 140 тысяч сумок. С течением времени окружающая среда претерпевает значительные изменения. Увеличилось количество стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на земле. В этой связи улучшение технической базы МЧС является одним из приоритетных направлений государственной политики. Президент особо подчеркнул, что нет большего богатства, чем человеческая жизнь, и самое главное – обеспечить безопасность людей. Обеспечение спасателей современной техникой показывает мощь государством, повышает доверие людей к власти, удовлетворяет потребности граждан, которые ждут спасательные службы при различных авариях. Глобальные условия, экстремальные изменения климата вызывают неожиданные природные и техногенные катастрофы. Все это требует от нас наращивать, улучшать и совершенствовать наши усилия по предотвращению стихийных бедствий и других возможных рисков и ликвидации их последствий. Предупреждение катастроф и ликвидация их последствий – насущная необходимость. В таких условиях нам необходимо иметь современное, мощное оборудование и средства для обеспечения безопасности людей. В случае необходимости используется современная техника, помогающая и способствующая быстрому реагированию. Соответственно, все это позволяет быстро принимать соответствующие решения. Как сообщил глава государства, в этом году за счет средств республиканского бюджета планируют приобрести еще один вертолет на 752 млн 212 тысяч сумм. Кроме того, МЧС при поддержке Азиатского банка развития получила 10 пикапов повышенной проходимости, 1 микроавтобус и 11 единиц инженерной тяжелой техники на сумму 1 млн 23 тысячи 480 долларов. Кундуз Кадатаева, Замар Джапаков, Фалатут, 24. Заработная плата государственных, муниципальных и гражданских служащих была увеличена с 1 августа. Так, например, сотрудники аппарата полномочного представителя президента в Чуйской области теперь будут получать в два раза больше. О динамике увеличения заработных плат в стране представителям разных профессий расскажет Кундуз Кадатаева. Айджамал Акаева вот уже третий месяц работает ведущим специалистом в отделе экономики полномочного представительства президента в Чуйской области. Из-за нехватки кадров здесь наблюдается большая нагрузка. Но Айджамал надеется, что с увеличением заработной платы кадрый вопрос будет решен. У нас в отделе сейчас, например, один ведущий специалист, я, один главный специалист и заведующий, получается, отдела. То есть на троих нагрузка почти девяти человек. По идее, в отделе оказывается девять человек должны были работать, как я знаю. И то, что мы услышали, что будут еще сверхурочно оплачиваться, тоже прибавляют, можно сказать, стимулы еще больше, да, и усерднее работать, можно сказать. И надеемся, что это поспособствует тому, что новые кадры придут. Повышение заработной платы положительно повлияет на качество работы каждого государственного и муниципального служащего. Также это позволит привлечь на госслужбу высококвалифицированных специалистов и снизить риски проявления коррупции в секторе государственного управления. Мы примерно посчитали, почти в два с лишним раза повышается зарплата наших госслужащих. Это, естественно, будет стимулировать наших служащих, наших специалистов. Если сейчас у нас вакант 9 человек, то мы подали уже на конкурс. Я надеюсь, что сюда к нам уже придут специалисты со знанием, с опытом. И это, естественно, повлияет на работу наших органов. По действующим условиям оплаты труда у заведующего отдела местной госадминистрации начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов составляла 22 170 сумм. С 1 августа она увеличена до 41 319 сумм. Темп роста в среднем 186,4%. Коэффициенты кратности установлены. Как я уже отметила, для расчета должностных окладов будет применять единая минимальная базовая ставка в размере 7040 сумм. И рассчитывается путем умножения минимальной базовой ставки на коэффициенты кратности. Согласно динамике роста заработной платы, значительное повышение наблюдалось в апреле и августе этого года. Заработная плата работников сферы образования в 2010 году составляла 3 991 сумм. В 2017 она была повышена до 11 тысяч суммов. В 2020 ее увеличили на более чем 3 тысячи суммов и заработная плата составила 14 726 суммов. В 2021 году педагоги получали 15 451 сумм. И после значительного повышения зарплаты в апреле этого года, учителя стали получать 24 449 суммов. Заработная плата медиков в 2010 году составляла 4 218 суммов. В 2017 она была увеличена до 9 947 суммов. В 2020 врачи получали 10 872 сумма. В 2021 зарплата была увеличена на 2 тысячи суммов, после чего размер заработной платы составил 12 845 суммов. Зарплата медиков была значительно повышена в 2022 году. Так, на сегодняшний день работники здравоохранения получают 20 288 суммов. В 2010 году работники культуры получали ежемесячную заработную плату в размере 5 825 суммов. В 2017 году она была повышена до 8 438 суммов. В 2020 их заработная плата составляла 9 457 суммов. В 2021 работникам культуры увеличили заработную плату до 10 560 суммов. С апреля 2022 года они начали получать 18 650 суммов. Соцработники в 2010 году получали зарплату в размере 4 678 суммов. В 2017 году она составляла 9 827 суммов. В 2020 году заработная плата соцработников была увеличена до 11 685 суммов. В 2021 году соцработники получали зарплату в размере 12 952 суммов. В апреле 2022 года их заработная плата увеличена более чем на 9 000 суммов. И сегодня она составляет 21 129 суммов. Госслужащие в 2010 году получали 9 423 сумма. В 2017 году – 18 18 183 сумма. В 2020 году зарплата госслужащих составила 22 879 суммов. В 2021 году заработная плата госслужащих осталась неизменной. И с 1 августа этого года она была увеличена на 25 000 суммов. Таким образом, с 1 сентября госслужащие ежемесячно будут получать 47 953 сумма. С 1 августа рост заработной платы в мэриях городов районного значения составил в среднем более 235%. Еще в начале августа президент Садар Джапаров подписал указ, предусматривающий увеличение оплаты труда государственных, муниципальных и гражданских служащих. Основная цель принятого решения – материальное стимулирование и создание условий для госслужащих. На сегодняшний день глава государства проводит последовательную политику по улучшению уровня жизни разных слоев населения. Отрезки трех улиц Бишкеки станут односторонними. Столичная мэрия приняла решение по организации одностороннего дорожного движения, чтобы решить проблемы заторов, улучшить дорожную инфраструктуру, а также в целях развития общественного транспорта. Об изменениях на участках трех дорог расскажет Улан Касенов. Именно на этом отрезке улицы Памфилова на сегодня двустороннее движение. Когда автомобили с проспекта Чуй поворачивают на Памфилова и в сторону Киевской, это создает препятствие как для тех, кто едет вниз по Памфилово, а также тем, кто едет по Киевской в обе стороны. По сообщению ГУБДД, именно на этом перекрестке чаще всего фиксируют дорожно-транспортные происшествия. Проблемными в столице являются еще две улицы. Специалисты считают, что организация одностороннего движения снизит аварийность, улучшит уличную дорожную сеть и решит проблемы заторов. Так планируется ввести одностороннее движение на следующих улицах. Шупокова от Киевской до проспекта Чуй в северном направлении, Памфилова от Киевской до проспекта Чуй также в северном направлении, и Лагвиненко от проспекта Чуй до Киевска в южном направлении. Комиссия выезжала несколько раз, рассматривали и проверяли интенсивность, изучали именно обстоятельства данного момента, и было принято решение, что эти три участка сделать односторонним. Сейчас подготовка идет, дано поручение ГУБДД совместно, Бешкек и Асфальтсерис, разработать и проработать все знаки, разметки, после чего уже будет объявлено то, что это будет односторонним движением. А мы, нам дано поручение, все это взять на контроль и поменять маршруты общественного транспорта, так как вот это одностороннее, чтобы одностороннее движение было уже в правильном направлении, согласно ПДД. Данный вопрос ГУБДД внесло на рассмотрение мэрии еще в 2019 году. Тогда было представлено четыре участка, но комиссия решила изменить движение на трех улицах. Многие граждане думают, что одностороннее движение будет организовано по всей длине улицы Шопокова, но мы планируем изменить движение лишь на отрезке от Киевской и Тучуйского проспекта в северном направлении. На этом отрезке расположены торговые центры, следовательно, пешие движения довольно интенсивны. Автомашины, которые посещают торговые центры, останавливаются вдоль дороги по обеим направлениям. Это все создает заторы и аварийные ситуации. ГУБДД сообщили, что до тех пор, пока водители не адаптируются к одностороннему движению, на этих отрезках мобильные группы не будут составлять протоколы. Улан-Касенов, Руслан-Сабатаров, Фалато, 24. Строительство дороги Кадамджай-Айдаркен-Чачме дорожники планируют завершить к октябрю этого года. На сегодня капитальный ремонт завершен на отрезке в 10 километров. Общая протяженность трассы 53 километра. Реабилитация объекта улучшит социально-экономическое положение двух городов и населенных пунктов. Реабилитация дороги легла на плечи госпредприятия «Кыргызавтаджол». На сегодня строители заасфальтировали свыше 10 километров дороги из общей длины в 53 километра. Восстановление трассы также задействована и частная подрядная компания. Субподрядчик запустил месяц назад завод по производству щебня и отсева. Завод готовит щебень и отсев. Их мы используем при укладке первого слоя. Кроме того, мы доставляем готовый асфальт на участки. Госпредприятие «Кыргызавтаджол» уже завершило объездную дорогу протяженностью в 6 километров. Это позволило ускорить работы. Именно по этому отрезку самосвалы доставляет дорожникам необходимое. В настоящее время здесь уложен первый слой асфальта. Дорога, связывающая города Кадамджай, Айдаркен и село Чечме, была построена 50 лет назад. И неудивительно, что дорожное полотно пришло в негодность. По поручению президента начат капитальный ремонт важного объекта. Президент Садр Нурхожаевич Кельб, Айдаркен, я не могу. В прошлом году во время встречи Садыра Нурхожаевича с народом мы попросили главу государства отремонтировать дорогу. Тогда он пообещал нам обновить ее. И вот идет строительство. Спасибо, что сдержал свое слово. Строительство этой дороги позволит решить ряд проблем жителей, как Айдаркена, так и Кадамджая. Состояние дороги с каждым годом ухудшалось, но, к сожалению, здесь проводили лишь ямочный ремонт. В этом году, как видите, идет капитальный. Спасибо огромное. В планах дорожников завершить реабилитацию дороги к октябрю этого года. Сегодня в разгар сбора урожая на большей части территории страны завершился сбор зерновых, колосовых культур. Идет уборка многолетних трав, овощей и фруктов. По данным Минсельхоза, в этом году ожидается высокий урожай. С аграриями побеседовала Надежда Усова. В Чуйской области идет второй покос многолетних трав. Телебердин Аврузов на своих пяти гектарах собрал первый покос. Около 800 тюков сена. Во второй чуть меньше, но тоже урожаем доволен. В этом году проблем с поливом нет и корма чуть-чуть дешевле. В этом году воды хватает, полив дали, земле своевременно и сено хорошее. В первый укос собрал около 800 тюков. Во второй 500-600 будет. С поля продаем по 130-150 сомов за тюк сена. На рынке, конечно, дороже – 170-180 сомов. В целях получения высокого урожая аграрии применяют новые методы возделывания почвы, современные удобрения и орошения. К примеру, в этом году аграрии ожидают высокий урожай сахарной свеклы. Поспособствовало этому применение капельного орошения. От старого орочного полива постепенно отказываются, так как много гнили корнеплода. В этом году немного сократились посевы сахарной свеклы, но значительно увеличились посевы свеклы красной. Этот овощ в основном идет на экспорт в Казахстан и Россию. Приступят к уборке урожая в середине октября. По данным Минсельхоза, более 250 тысяч гектаров, засеянные зерновыми, убраны. В Нарынской и Сыкульской областях начинается сбор колоссовых. Чтобы в этом году не было дефицита продовольствия, мы делали упор не на увеличение посевных площадей, а на урожайность. Для этого мы специально закупили для наших фермеров качественные семена и предоставили их на льготных условиях. И уже сегодня видны первые результаты. Мы надеемся, что урожайность составит как минимум 30 центнеров с гектара. Например, мы увидели, что в Чуйской области аграрии собирают до 70-80 центнеров с гектара. Это хороший показатель. Всего по республике ожидается собрать порядка 631 тонны пшеницы. В прошлый год для сельхозотрасли выдался сложным. Основной причиной тому послужили дефицит поливной воды. В результате слабый урожай, но объем производства и экспорта и вовсе снизился на 95%. В целях оживления сельского хозяйства выделено более 26 миллиардов сомов, что в четыре раза больше в сравнении с прошлыми годами. В целом по республике убрано 578 тысяч гектаров земли, засеянной зерновыми. В Чуйской области убрано 221 тысяча гектаров земли. Здесь больше всего было засеяно ячменем, затем идет пшеница и кукуруза. В Баткинской области убрано 26 тысяч гектаров земли, что составляет 74% от всего урожая. В Джалалабадской области убрано 33 тысячи гектаров земли или почти 90% всего посева зерновых. В Оржской области успели убрать чуть больше 64 тысяч гектаров, при этом показатели по пшенице и ячменю достаточно высокие – 79%. В Таласской области убрано около 12 тысяч гектаров. В Иссыкульской области 76 тысяч гектаров засеяно зерновыми. Чуть более 40 тысяч засеяно пшеницей, около 45 тысяч – ячменем. В Нарынской области около 7 тысяч гектаров засеяно зерновыми. В целом по стране наблюдаются высокие показатели урожая. Это касается и сбора овощей и фруктов. Растет экспорт в страны ЕАЭС. Но главная задача, поставленная Кабинетом министров – обеспечить страну собственным продовольствием и стать менее зависимым от импорта. В этом году садоводы из Сыкульской области получили богатый урожай абрикосов, но большинство из них не смогли продать товар на рынке по хорошей цене. Местные абрикосы скупают перерабатывающее предприятие. Сейчас из-за низкой мощности здесь перерабатывают около 6-8 тонн абрикосов в день. Всего в этом году предприятие планирует выпустить 620 тонн абрикосового сока. Балахчинское предприятие по переработке овощей и фруктов покупает у населения в сутки до 8 тонн абрикосов. Местные жители, которые не могут продать абрикосы по соответствующей цене на рынке, приходят сюда и продают выращенную продукцию, либо обменивают её на готовые соки или пюре. Кроме того, сок поставляют в пансионаты и детские лагеря. Кроме того, поступил заказ из Узбекистана. «Сейчас местные жители продают нам свой урожай по цене от 5 до 8 сомов за килограмм. Взамен они могут получить и наш товар. Срок годности нашей продукции – два года. В этом году мы получили заказ на абрикосовое пюре из Узбекистана. За короткий срок купили 16 тонн абрикосов. Планируем приобрести ещё 40 тонн абрикосов». Сырьё на предприятии привозят из Тунского и Сыкульского районов, а также города Балыхче. В этом году для переработки планируют закупить у садоводов в общей сложности 620 тонн абрикосов. В связи с увеличением количества заказов намечается также строительство дополнительного мини-завода. «Наша продукция в основном экспортируется в Россию и Казахстан. Если брать яблочный сок, то мы производим около 6 тонн в сутки. Сейчас мы производим в сутки 3,5 тонны абрикосового сока и пюре». В июне этого года многопрофильное предприятие также запустило мельницу. Новая линия перемалывает 70 тонн зерна в сутки. Вся система автоматизирована. Аграрии Тунского и Сыкульского районов могут доставить сюда пшеницу. Сейчас муку производят из привозной пшеницы. «Местную пшеницу необходимо собрать, а затем хранить некоторое время по специальной технологии. Затем мы сможем закупить её. Мы подготовились и собрали средства. Мы ещё не пробовали, но у нас есть план по производству муки путём смешивания местной и импортной пшеницы». С запуском новой мельницы 16 местных жителей получили постоянное место работы. В этом году было открыто 10 предприятий по всей Сыкульской области. Около 200 человек обеспечены постоянными рабочими местами. В рамках социального контракта около 400 малообеспеченных семей в Аше получат кредиты в размере 100 тысяч сомов. Кроме того, в городе строят социальные магазины, в которых цены на продукты будут значительно ниже рыночных. Подробнее о мерах поддержки уязвимых слоёв населения расскажет наш корреспондент. На основе социального контракта 400 малообеспеченным семьям в Аше будет выделено по 100 тысяч сомов. В городах, районах и Аил-Укмюту созданы комиссии по реализации проекта, сопособствующего самостоятельной занятости малообеспеченных семей в выходу из трудной жизненной ситуации. Тем, кто хочет получить средства, необходимо подготовить проекты для малого бизнеса. Будет проводиться мониторинг условий проживания, а также состояние каждого заявителя. Из каждого района отобрано по 50 семей. В Аше уже поступили заявки от 53 семей. Мы проинформируем граждан, отобранных на основе комиссии. Будет предоставлена бесплатная консультация. Мы работаем совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей города Ош над тем, какие бизнес-проекты составлять. Следует отметить, социальный контракт предусмотрен только для семей, получающих пособия «Юбилёгой Кюмёк». Проект рассчитан на три года. В течение этого времени участники проекта на полученные кредитные средства должны открыть свой собственный бизнес и выйти из категории нуждающихся. По области пособия получают около 32 тысяч семей, имеющих несовершеннолетних детей до 16 лет. «У меня трое детей. Я получаю пособия. Я услышала об этом проекте и пришла подать документы. Если будут средства, я хотела бы начать малый бизнес, что, безусловно, будет поддержкой и дополнительным доходом для семьи». Тем временем, согласно поручению главы государства по контролю за ценами на продукты и оказание социальной поддержки малообеспеченным гражданам, в городе Ож строятся социальные магазины. На средства, выделенные из местного бюджета, будет открыто по одному магазину на территории всех семи муниципальных территориальных управлений столицы. «Раньше здесь продавали молоко и мясные продукты, а сейчас при заключении договоров с частными предпринимателями продают другие виды продуктов по ценам ниже рыночных. Эти магазины муниципальны, земля на балансе мэрии, сдаются в аренду предпринимателям». В социальных магазинах цена на продукты питания снижена от 10 до 30%. Между мэрией и предпринимателями будет заключен двухсторонний договор. Контролировать цены на продукты в магазине берет на себя мэрия города. Амана Исраила Миргуль Букошева, Акджолай Баша, Фалато, 24, Орска, область. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова